Бои Сыну Воскресенье! Паки и паки, поздравляем всех с Пасхой Христовой. Продолжаем праздновать воскресенье Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Женщин, сестер, поздравляю с недели Жен-Мироносец. Православный женский день, да, альтернатива. 8 марта. Хочу сказать, сестры, вам слово. Святитель Иоанн Златоуст возглашает и воздает почести женщинам за их мужество. Мироносец, за их мужество. Щедрость в издержках, пламенную любовь и решимость на смерть. Сегодняшнее Евангелие, которое вы слышали, отражает удивительную черту женщины. Она движима сердцем всегда. Сердце опережает мысль и рациональный путь познания. Когда они идут ко гробу, уже исполненные решимости, приходят мысли, какие-то сомнения, уже после, по факту. А кто откроет там гроб запечатанный? Ведь он же закрыт и камень привалит. Но они движимые пламенную любовью ко Христу, они все равно ведут. Превозмогая страх, что там стражники стоят, что с женщиной могли сделать 2000 лет назад, да все что угодно. Все что угодно можно было с ней сделать. Ничего за это тебе бы не было. И они, превозмогая страх, превозмогая сомнения, они приходят ко гробу и узнают первыми о воскресении Господа Иисуса Христа. Господь обращается первым к сердцу человечества, потом к рассудку, к разуму. Сердце – это женщина. Рассудок – рациональный мужчина. Женщинам достаточно было просто услышать голос, как Мария Магдалина возглашает. Учитель, Рави, просто услышал. Он к ней обратился, Мария. Им не нужно было проводить эксперименты над Христом. Заставлять его есть рыбу и мед сотовый, чтобы убедиться, что это не призрак. И надо было трогать руками, трогаться до мест, где раны от гвозди остались. Это удивительно. Женщина – райское существо. Я не преувеличиваю, на самом деле, сестры. Господь насадил Адама в раю сладости. И там, в раю сладостей, создает женщину. Помощник. Слово помощник о чем говорит? О том, что это некто, обладающий, возможно, гораздо большими дарами, чем тот, кому нужно помогать. И я в этом акте творения, ну, как бы соприкасаясь с своей супругой уже столько лет, я понимаю, что это дар немоверной любви Господа. То есть, как Бог является своей любовью? В первую очередь, в сотворенном мире. Я бы даже сказал, что это венец Божьей любви по отношению к мужчине, к Адаму. Если почитать историю ветхозаветных прадцев, то там в описании встречи Исаака и Ревеки есть удивительный момент. Встреча. Он ее первый раз увидел издалека и возвысил голос свой, заплакал. Понимаете? То есть, я вижу, что в этом какие-то дары откровения Божьих. То есть, женщина это некое олицетворение, избытка любви Божьей в нашем мире. Это такое высокое достоинство женщины. Оно сейчас умаляется, пытается приравнять ее с мужчиной. Но рассуждайте по-другому. Приравнять, это значит утратить достоинство, которое Господь предоставил женщине в роли сладостей. Да, во Христе нет ни Эллина, ни Иудея, ни мужского пола, ни женского. Но каждый выполняет свою роль. И то, что являют жены мироносицы в Евангелии, в новозаветной истории, это удивительно. Бесстрашно, полной решимости, полной любви. Готовая даже на смерть ради Христа. Это чудо. Цветы христианства. Жены мироносицы. Поэтому не просто так, и у нас тут цветы. Есть благословение настоятеля. Сестры, вручить вам эти прекрасные творения. Поэтому подходите. Возгласим пасхальное приветствие. Но прежде, наверное, все обратили внимание, что наш дорогой, драгоценнейший Юрифомич стоит с конфетами. У него вчера был день рождения. Юрифомич Аксиос. С днем рождения поздравляем. Замечательные, положительные, ответственные. The best star of ourself. Хочется пожелать, чтобы те открытия, которые, несомненно, Господь дает у христианин, у каждого. Несмотря на опыт за плечами, всегда есть момент, когда глаза раскрываются от удивления и от радости. Пусть ваши глаза не раскрываются только от положительных моментов, которые вы будете наблюдать. Вот они от ужаса, с чем столкнулся. Не думал, не гадал, никак не ожидал такого конца. Поэтому многолетие, днем рождения, тут даже какой-то подарочек. Это Юрифомича тяжелый. Надеюсь, не инструмент. Хозяйственный. Спасибо большое. С днем рождения. Благоденственное, мирное, житье, здраве, спасение, во всем благое поспешение. Подож, Господи, рабу твоему, Георгию, и сохрани его на многое лето. Благоденственное, мирное, житье, здраве, спасение, во всем благое поспешение. Спасибо. Спасибо.